Наталья Бондарчук в детстве мечтала стать разведчиком и в крайнем случае пожарным. Тем не менее, она стала актрисой, а затем режиссёром. Профессия подарила ей трёх мужей и одно незабываемое романтическое увлечение, которое могло закончиться весьма трагично. В детстве Наталья Бондарчук была счастливым и беззаботным ребёнком. Правда, ровно до того времени, пока папа Сергей Бондарчук не ушёл из семьи. Тогда она пережила свою первую в жизни трагедию. Её мама Инна Макарова была против встреч дочери с отцом. Она считала, что это будет травмировать ребёнка. Целых пять лет она не имела возможности общаться с отцом. А потом им пришлось заново узнавать друг друга и учиться любить. Но Наталья Бондарчук вынесла из этого самый главный урок. Никогда нельзя запрещать отцу видеть детей и участвовать в их жизни. Сама она постаралась делать всё, чтобы дети не чувствовали себя брошенными и ненужными. С Андреем Тарковским Наталья познакомилась ещё в подростковом возрасте, когда возвращала прочитанную книгу. Пройдёт несколько лет и они встретятся снова. Вскоре Наталью пригласили на пробы к Тарковскому. Несмотря на прекрасно сыгранный монолог Харри, режиссёр отказывался утвердить её на эту роль. Но позже, увидев, как она играет в роли Нади в фильме «Ты и я», утвердил Наталью Бондарчук без всяких дополнительных проб. Во время съёмок кинофильма «Солярис» между актрисой и режиссёром возникла симпатия, которая очень быстро переросла в серьёзные чувства. Но они оба к тому времени были не свободны. Наталья ещё в 19 лет вышла замуж за кинооператора. Он был старше на 11 лет. И девушка выходила за него замуж, приняв влюблённость за серьёзное чувство. Тарковский тоже был женат. У него родился сын и оставить семьёй ребёнка он не мог. Их чувства были острыми и безнадёжными. Они наслаждались своим краденым счастьем и оба понимали, что всё это должно закончиться. Позже, когда Андрей Тарковский и Наталья Бондарчук были в гостях у общих друзей, режиссёр признался актрисой в любви. Она не знала, что делать с этой любовью и не нашла ничего лучшего, чем попытаться свести счёты с жизнью. «У меня было пограничное состояние, когда на человека много наваливается», – вспоминает актриса. Её спасли друзья, вовремя вызвав скорую помощь. От депрессии после окончательного разрыва женщину спас второй спутник – Николай Бурляев. Они узнали друг о друге задолго до того, как познакомились. Бурляев увидел Наталью в Солярисе и сразу же решил, что она станет его женой. Все 17 лет, которые они прожили вместе, в их семье постоянно кипели страсти. Тем не менее, они оба считают то время невероятно счастливым. В семье родились двое детей. Потом актёры поступили на режиссёрский факультет в ГИКО к Сергею Герасимову. После расставания бывшие супруги сохранили тёплые взаимоотношения, а Наталья Сергеевна никогда не препятствовала общению детей с папой. Потом, когда она уже сняла несколько фильмов и организовала свой детский театр «Бэмби», судьба подарила ей ещё один шанс стать счастливой. Наталья Сергеевна приехала в Киев со своим театром, где познакомилась с актёром Игорем Днестрянским. Они стали встречаться. Но Наталья очень комплексовала из-за их 14-летней разницы в возрасте. Со временем все комплексы отпали, а остались только любовь и счастье. Они вместе уже 15 лет. Игорь стал для Натальи не только мужем, но и другом. Он прекрасно общается с её мужем Николаем Бурляевым и нашёл общий язык с детьми актрисы. Наталья Сергеевна счастлива и полна творческих идей и надежд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова